И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по одной из самых любимейших моих рубрик, именно-таки по безумным игрокам. Сегодня у нас будет топ-10 игроков с самым большим количеством опыта на определенной краске. Ну а перед началом самого именно-таки топа и обзора данных игроков, которых половина я уже знаю давным-таки давно, но в какой-то момент именно-таки я прекратил с ними играть. С кем-то я, конечно, из этих игроков еще общаюсь, кого-то я вообще в принципе не знаю. Я хотел бы сказать и поблагодарить одного именно-таки человека, который помог собрать нам этот топ. Конечно же, Хаммер, тот игрок, который, наверное, в этих рейтингах шарит больше всех, и именно-таки к нему я обратился, дабы узнать как можно больше игроков с набитым данным опытом на одной определенной краске. И, конечно же, данный игрок мне помог. За это я ему, конечно же, хотел бы сказать спасибо в данном ролике. Десятое место в данном топе занимает игрок с ником RUNGO7. Именно-таки данный игрок попадал в один из роликов Калямбы. Если не ошибаюсь, это был ролик, также посвящен безумным нашим нагибаторским игрокам. Ссылочку на данный ролик, конечно же, я оставлю в описании. Именно-таки у данного игрока набито больше 5 миллионов на краске Вечность. Что еще самое интересное именно-таки по набитию опыта на данной краске, так это количество часов, которое также набито на нем. 2 тысячи ровно часов набито. И при этом данный игрок в последнее время не играет в нашу игру, а у меня имеется уже, значит, информация, что, скорее всего, он сделал именно-таки так, дабы получить данное количество опыта и при этом больше не играть в игру, а ставить именно-таки данное количество нетронутым. 2 тысячи часов набито именно-таки на краске Вечность. Девятое место в данном суперинтереснейшем топе занимает игрок с ником Immortal Hero Dove. Все мы его, конечно же, знаем, и данный игрок может попасть не в одну именно-таки рубрику на данную тему, не в один топ, его можно запихать в другие эпичнейшие именно-таки рубрики в данном формате. И, кстати, я забыл именно-таки сказать, что обязательно поставьте палец вверх на данную рубрику, если она вам нравится, и как только на данной рубрике у нас наберется 150 лайков, я сразу же сделаю новый топ по новым игрокам. Недавно-таки у нас выходил топчик на другую тему, вам он зашел, и я решил, почему бы и не попробовать записать что-то новое, что-то более интересное. Ну и, конечно же, приступаем именно-таки к игроку Immortal. Набил он именно-таки 5 миллионов 247 тысяч опыта на краске Ветеран, при этом ему потребовалось только полторы тысячи часов, дабы набить данное количество опыта на данной краске, при этом у него еще много опыта набито на всяких других интересных красках, но именно-таки на Ветеране он решил набить больше 5 миллионов опыта, и именно-таки за данную краску он попадает на девятое место в нашем интереснейшем топе. На восьмом месте у нас оказывается игрок с ником 35011, и именно-таки данный игрок попадал у нас в предыдущую рубрику по количеству часов в нашей игре, у него набито, к слову, 7072 часа в нашей игре, и до сих пор данный игрок стабильно набивает опыт, и у него набито 5,5 миллионов на краске Звезда, при этом набито также 4 миллиона 700 тысяч на Зевсе, и на именно-таки луноходе набито 4,5 миллиона. Если суммировать данный весь опыт, и если бы данный игрок бы набивал весь этот опыт на условном луноходе, то у него в сумме было бы больше 15 миллионов опыта на одной краске, и он бы, к слову, занял бы первое место в данном топе. Но, увы и ах, игрок решил поиграть на разных красках, и тем самым занимает только 8 место в нашем рейтинге, при этом набил именно-таки 5,5 миллионов за 2200 часов именно-таки на краске Золотая Звезда. Неплохие результаты, при том, что данный игрок продолжает бить данное количество опыта на данной краске, и, может быть, уже через некоторое время данный игрок достигнет 10 миллионов на данной краске, посмотрим. Возможно-таки данный игрок попадет еще в какие-то другие интереснейшие рубрики, и посмотрим его с какой-нибудь другой стороны. Ну, а мы погнали, конечно же, дальше. Дальше у нас Лагуна, а именно-таки данный игрок, или, может, это даже девушка, занимает 7-ое у нас место, правильно я говорю, 10-ое, 9-ое, 8-ое. Конечно, 7-ое, но я же математик. Как же может быть по-другому? Занимает 7-ое место Хохлома, 5,5 миллионов опыта, при этом потрачено было времени 1 тысяча именно-таки 800 часов, не так уж много потрачено было времени на набитие данного количества опыта, и именно-таки данный игрок занимает 7-ое место в нашем топчике. Не знаю, что было бы интересно еще рассказать по данному игроку, не блещет он именно-таки каким-то нагибчиком в плане УПшки, либо же отношению опыта к кристаллам, поэтому здесь я ничего, кроме именно-таки данной красочки, не нашел для себя интересного. Возможно-таки вы найдете что-то свое, но я привык смотреть именно-таки на данные характеристики, поэтому переходим дальше. Дальше просто интереснейший и один из, наверное-таки, самых старых игроков в данном рейтинге, это World Adidas, старый игрок, и именно-таки на краске Тина у него набито больше 7 миллионов опыта. Для меня это вообще не странно, потому что данная краска была его одной из самых любимейших, именно-таки до ребаланса, и как я вспомню сейчас, именно-таки данный игрок любил играть на Викинга Громе, но сейчас он уже, конечно, любит играть и на Вика Фризе, но все же я его запомнил именно-таки на Вика Громе в Тине, на каких-то ДМках, на каких-то Тишках условных. Постоянно данный игрок играл на данном сочетании, ему это безумно нравилось. Именно-таки на данной краске у него набито больше 7 миллионов опыта, при этом потрачено 2200 часов, не так уж и много он на это все дело потратил, и, соответственно, занимает именно-таки шестое место в нашем любимейшем рейтинге. Пятое место у нас занимает игрок с ником Prince8, именно-таки данный игрок занял первое место в нашем топе по набитию именно-таки часов в нашей игре, именно-таки он являлся самым большим задротом, и он занимает именно-таки уже пятое место в рейтинге, в котором у него имеется почти 8 миллионов опыта на краске зеленой. 6000 часов набито именно-таки на данной краске, это очень-таки большое количество времени потрачено, при том, что в принципе, в принципе, данное количество опыта можно было бы заработать за, условно, где-то, наверное, 2500 часов, я думаю, что, может быть, даже и меньше можно было бы постараться, но он на это потратил именно-таки 6000 часов и набил почти 8 миллионов опыта, ему до этого пока что не хватает 3500 опыта, я думаю, что совсем скоро именно-таки данный игрок набьет данное количество опыта, и, соответственно, спокойненько займет данную именно-таки позицию, возможно-таки в какой-то степени даже улучшит свои показатели. Четвертое место в нашем топе занимает игрок, с которым я безумно был знаком в одно определенное время, именно-таки он являлся главой одной из самых моих любимейших команд в определенный именно-таки период времени, сейчас данный игрок продолжает играть, продолжает бить опыт, почти уже 30 миллионов опыта у него набито, это, конечно же, аса, при этом у него, конечно, большое количество кристаллов набито на аккаунте, но сегодня он попадает в топ за свою красочку нефрит, именно-таки на ней у него набито 8 миллионов 700 тысяч опыта, и при этом он потратил на все это время, на все это дело 2700 часов. Как по мне, это не такое большое количество времени, и, соответственно, если сравнивать его, например, с тем же принцем, у которого набито почти именно-таки 8 миллионов за 6000 часов, то у асы набито за данное количество, ну, примерно такое же количество опыта набито именно-таки за 2700 часов. Очень быстро он это сделал, и, как по мне, тот же принц мог сделать так же, если бы, может быть, играл в каких-то определенных режимах, либо же у данного игрока было бы, наверное, столько же скилла, сколько именно-таки у асы. Асы сейчас очень много проводят времени именно-таки в боях полигонах РВР, или что-то подобное, потому что я его особо не вижу в простых обычных цепешках, возможно, он там присутствует, но я его уже именно-таки в простых обычных цепешках давно не видел. Дальше мы перемещаемся к игроку с ником Парамоур, именно-таки данная девушка на своем аккаунте имеет 10 миллионов 350 тысяч опыта на краске скала. Это уже юбилей, это уже успех, и я не понимаю, насколько можно сильно любить одну определенную краску, но ей явно виднее, если она набила такое большое количество опыта именно-таки на данной краске, и при этом она потратила на это всего лишь 3267 часа именно-таки набить, для того, чтобы набить именно-таки эти 10 тысяч, о, вернее, 10 миллионов опыта на данной краске, и это является, как по мне, отличным показателем, при этом она всего лишь 107-ая легенда, как бы это смешно, конечно, не звучало, всего лишь, конечно, это большая цифра, но если у нее набита половина, просто половина, вот представьте, половина опыта набита на одной определенной краске. Это, конечно, круто смотрится, и понятно, что данная краска является именно-таки любимейшей краской данной девушки, данной танкистки, и именно-таки сегодня она занимает свое заслуженное третье место в нашем супер-топовом рейтинге. Я даже не хочу говорить задротов, потому что, как по мне, это довольно-таки интересный рейтинг, и если же в предыдущий раз именно-таки мы обозревали реально тех игроков, которые сидят много времени в игре, то здесь игроки, которые при не таких больших часах добиваются намного-таки больших и лучших успехов в нашей игре. Второе место сегодня у нас занимает игрок с ником-любовниками. Именно-таки данный игрок соответствует своему никнейму, и у него набито 11 миллионов 200 тысяч опыта на краске с любовью. При этом на все это дело он потратил 3750 часов, что, как по мне, не является таким прям большим количеством часов, набитым на определенной одной краске, если сравнить именно-таки с Парамоуром. У нее набито именно-таки на 500 часов меньше, при этом набито на 1 миллион опыта меньше, соответственно. Поэтому, если сравнивать с любовником, то она даже побыстрее бьет этот опыт, и если она продолжит таким же темпом набивать именно-таки опыт на скале, то она, соответственно, через какое-то время уже сможет обогнать его по данному показателю. Но я так понял, что любовник не хочет сдавать свои позиции, и сейчас даже на нем данная краска одета. Это значит, что он продолжает набивать опыт на данной краске, и, возможно-таки, он первым приблизится к 15 миллионам опыта на одной определенной краске. Будем следить за данным игроком, при том, что с данным игроком я отлично-таки общался в одно определенное время. Сейчас, конечно, связи с ним не поддерживаю, но в танках у меня именно-таки в друзьях данный игрок имеется, поэтому будем следить, будем смотреть. Возможно-таки, именно-таки, совсем скоро мы эту цифру на данном аккаунте увидим. Ну и первое место сегодня у нас занимает игрок с ником Warzacon. Именно-таки данный игрок часто посещает наши стримы, и именно-таки он сегодня занимает наше первое место, с чем я его, конечно же, могу и поздравить. Именно-таки у него набито на краске хохлома 11 миллионов 400 тысяч опыта. При этом на все это дело он потратил всего лишь 3800 часов. Это больше, чем общее количество часов, набрано именно-таки на моем аккаунте. Если не ошибаюсь, то у меня было где-то около 3000 часов в сумме, и поэтому данный игрок занимает сегодня у нас первое место, и именно-таки он добивается того, чего пока еще не добился никто. Именно-таки у него есть огромные шансы, так же, как и у любовника, набрать первым 15 миллионов опыта на одной определенной краске. Вот такой вот топ у нас сегодня, ребятки, получился. Если вам понравился, то обязательно поставьте палец вверх на данный ролик. Также, ребят, не забывайте подписываться на канал, также нажимать на колокольчик и подписываться на нашу группу ВК. Ссылочку на нее, конечно же, оставлю в описании. Также, ребят, смотрите предыдущую именно-таки серию нашего топа, где у нас было все связано с временем в нашей игре. Именно-таки там мы обозревали топ-8 самых эпических задротов нашей игры, поэтому ссылочку я оставлю по традиции в описании. Переходите, смотрите. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok